Всем привет! На завтрак готовлю сырники. Хочу поделиться с вами своим рецептом, по которому я стряпаю овощи. Что будем делать? Приступаем к приготовлению. Купила вот творог пятипроцентный, 250 грамм. Яйцо, соль, разрыхлитель и мука. Ну и масло, на котором я буду обжаривать. Открываем этот творог, высыпаем в чашку. Высыпаю в чашку и я его помну полкушкой. Ну, если хотите, чтобы они были понежнее, то можно помять толкушкой. Если нет времени, можно и так стряпать, ничего страшного. Теперь разбиваю туда яйцо. Яйцо у меня крупное. Я вот, между прочим, такой порцией маленькой первый раз делаю. Обычно у меня творога было грамм 700 или 500. На такую порцию не рассчитывала. Так, вот я разрыхлитель насыпаю пол чайной ложечки, сыплю соль в чайной ложечки. И мне нужна будет мука. Муки я добавлю вот с горкой. Пока две ложки. Промешать надо хорошо. Сахар я никогда не добавляю в сырники. Ни в сырники, ни в блины, ни в оладьи, чтобы у меня не горело ничего. Можно добавить сахар в чай или посыпать их сахарной пудрой, если вы любите сладкое. Вот две ложки с горкой. Я муки добавила. Мукой тоже не увлекаюсь. Не люблю, когда там голимая мука. Все промешала. Я насыпаю на этот размуз две ложки муки. Показываю, как я готовлю сырники. Беру ложку массы творожной и немножечко обваливаю в ее муке. Соответственно, я формирую сырник. Какой вы хотите сырник размером, такой можете сделать. Вот и все. Сырник готов. Берем следующий. Хотите, можно сразу их из колобочки эти сформировать, потом только обваливать в муке и формировать сырники из них. Я как-то не очень люблю сырники с детства. Но маме, мужу, детям всегда нравились, как я делаю и готовлю эти. Вот именно по такому рецепту я их и готовила. Чего более не добавляла. Я думаю, если вы попробуете приготовить вот такие сырники и вам они понравятся, то вы потом будете всегда так готовить и друзьям рекомендовать. Почему я же говорила, почему я не люблю класть сюда сахар. Можно их же потом, когда кушать, добавить варенье, сгущенное молоко. То, что хочет. Вот видите, из 250 грамм творога, одного яйца, у меня получилось 6 сырничков. Соответственно, если у вас семья большая, то вам нужно брать в 2-3 раза больше этого. У нас 2 секунды. Все, приступим сейчас к обжарке сырником. Масло у меня закипело. Я налила, сколько тут примерно, ну, ложек 8 может быть. Теперь плитку я поставила на средней, на двоечке у меня плитка стоит, у меня электрическая же. Сейчас будем класть и обжаривать их с двух сторон. Маленечко добавлю. Сегодня напряжение, что-то не очень. Сегодня же суббота, все дома. А, вот еще, я подумала, что-то они не кипят. Вот так вот обжариваются сырники. Ну да, напряжение-то не очень. Прям чувствуется. Здесь вот у меня цветочек расцвел. Бедненький, сегодня посмотрела, он весь сухой. У него даже силы нет держать. Вот эту вот красоту. Полила его срочно. Какого шестого цвета? Ну, оператору надо ставить. Ну, вот ждем, пока обжарятся с одной, потом с другой стороны. Я уже переворачиваю. С одной стороны они обжарились. Крюшненькие стали. Чтобы не сломать, аккуратненько. Вот так. Нужно ставить чайник. Потому что будем сейчас пить чай. Сырники готовы. За несколько минут я их приготовила. Поверьте, это очень быстро и вкусно. Муж мой любит со сметаной. Я просто чай с лимоном, с сахаром. Всем желаю приятного аппетита. И пожелать, чтобы вы готовили сырники вместе со мной. И если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok